Драматический театр Тоот, Другие и Майор Ставил его режиссер Яков Потапов По мотивам пьесы венгерского драматурга Иштвана Эркиня Работа не из легких, необходимо было передать Двойственность в характерах персонажей Их переходы на сторону добра и зла Да и в целом преподнести зрителю сюжет Написаны в стиле буфонады и карикатуры Я там немножко вздимнул Но чтобы кусаться Я никогда не кусался Возрождению иконописи Посвятили новую выставку В картины галереи Ващенко Здесь презентовали 65 икон Созданных нашим современником Виктором Косточком В центре экспозиции работа мастера Под названием «Крещение Руси» Помимо того, представлено несколько Отреставрированных икон В Ветковском районе снимали одну из частей Фильма «Ко дню независимости Беларуси» Премьеру готовят Белтей радиокомпания И ВНТВ Картина под названием «Освобождение» Будет включать в себя съемки около деревни Старое село, недалеко от озера Чечель Выбор локаций не был связан с сюжетной линией Дело в том, что необходимые для фильма танки и боевые единицы Находятся в нашем регионе И их транспортировка в столицу сложна и затратна Поэтому переехать пришлось в съемочной бригаде Древнее искусство «Бонсай» презентовали в Южной галерее Дворца Румянцевых и Паскевичей Коллекцию карликовых деревьев представил гомельский мастер Дмитрий Вихарев На выставке миниатюрной композиции сказочных сюжетов Разыгрываются под кроной ясеня сосны, японского клёна, оливы, розмарина и других деревьев Далее о культурных событиях предстоящей недели 16 апреля в выставочном зале Гуманского областного центра народного творчества Откроется персональная выставка икон Дмитрия Солмыгина О музее печати и фотографии приглашает гомельчана, гостей города Познакомиться с зарисовками янтарного края Экспозицию представили участники фотоклуба «Ракурс» Из города Черняховск, Калининградской области России 19 апреля Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга выступит в Хойниках Один из концертов праздника белорусского искусства «Музычные краевида Хойницкой земли» Будет посвящен 90-летию народного артиста Беларуси Евгения Глебова А в кинотеатрах региона на следующей неделе стартует сразу пять премьер На большие экраны выходит комедийный российский боевик «Миллиард» Американский фильм ужасов «Проклятие плачущей» Мелодрама «После» от режиссера Джейни Кейдж По одноименному роману писательницы Анны Тодд Биографическая драма о легендарном танцовщике Нуреев Белый Ворон И, конечно же, для юного зрителя приключенческий фильм «Пушистый шпион» На этом пока все С культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухарона и Александр Харлампов Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...